Сегодня в совхозе имени Ленина необычайно много людей. И это не только посетители известного на всю Москву детского парка Лукоморья. Дети очень любят его и готовы час отставить в очереди, потому что больше таких крутых и при этом бесплатных детских парков в Москве не сыщешь. Здравствуйте! Скажите, сколько в очередь приходится стоять? Я не знаю, наверное, около часа. Около часа? Да. А вы первый раз? Нет. А, ну то есть это того стоит, да? Да, это того стоит. Да, ради Владимир Новгорода. А вы из Москвы, да, приезжаете? Да, из Москвы. А в Москве нет шиппарков? Ну, таких хороших нету. Хотя, конечно, есть, но есть, но интересно, детям нравится тут. Сегодня в совхозе на Центральной площади, возле Центра культуры, папа жарит мясо. Известный российский певец Сергей Жуков проводит промо-акцию своего фастфуда. Мероприятие началось в полдень. Все это время для детей и родителей проводились конкурсы и разыгрывали скидочные сертификаты. Люди фотографировались с ростовыми куклами, а дети играли с огромной шаурмой. Раз, два, и все, последнее. Давайте, ставите сюда. Да, все. Замечательно, давайте познакомимся сначала с нашими участниками. Как зовут вас? Лина. Итак, вас как? Пробежимся, и вы издадите звук, который прям услышу, что это вы сделали. Понятно? И главное громко. Ты можешь прям... Все, отлично, серьезно. Дальше. Два. Два балла. Отлично. Приготовились. Кто выиграли, ребят? Да, сертификаты. У нас уже их три, поэтому у нас... Это 90% скидка. Мы уже оптовики. Некоторые почитатели творчества Сергея Жукова принесли ему необычайный букет в виде сладостей и жвачек из 90. Мама ушла с нам когли. Давай ты поешь, а, спокойно. Здравствуйте, как праздник вообще? Здравствуйте, замечательно. Друзья. Ждем Сергея с подарками. Это ему? Мы его, да. Я подходил. Когда петь будете? Сейчас. Окей. Я уже ищу, когда ругаюсь. Ближе к 16 вечера приехал и сам певец. К сожалению, из-за COVID-19 концерты организовывать запрещено и свои хиты он исполнять не стал. Но фотографировался и раздавал автографы весьма охотно. Сергей, приятный подарок. Ну, а то, как же. Все мое детство здесь в руках. Видите? Да, да, да. В 90-м тебе. Особенно шарик. Да. Сергей давал интервью. Рассказал он, почему он занялся этим бизнесом. В какой пекле приходится на открытых углях жарить вкусную шаурму поварам. Мы работаем на углях. То есть это реальный огонь, живой, специальной системой шумоподавления и так далее. То есть мы не на электричестве. И вот там внутри находятся три повара. Температура там около 65 градусов. То есть в вагончике. Еще он поприветствовал зрителей нашего канала ТВ Сафос. Пожелав всем удачи. Я вам желаю сохранить ту красоту, в которой вы живете. Я вам желаю, чтобы на самом деле та доброта, с которой мы столкнулись этим летом, мы здесь прожили, мы это видим, она у вас осталась. Я не говорю про продукцию или про людей, кто работает. Тут и так понятно, это большой, серьезный труд, который должен всегда цениться. Но я как все-таки тоже отец четверых детей, я просто вижу огромное количество людей с детьми здесь. И надеюсь, что это будет хорошим, добрым примером, да, вот как люди объединяются вместе, приходят в красивые места, отдыхают. Я еще даже сам не попал в этот парк с лебедями здесь, но обязательно туда попаду с семьей. Вот. И поэтому искренне завидую жителям совхоза и работникам. Но обязательно приедем к вам уже с большой экскурсией, попробуем все вкусненькое, свежее. Ну а вы приходите и пробуйте нас кушать. Мы спросили о впечатлениях от праздника и о вкусе, приготовленной на углях пищи у людей. Вкусно, ребят? Вкусно. Вкусно стоит? Попробуем. Всего за промо-акцию было продано около 200 порций шаурмы. Сколько продали? Ой, нужно посмотреть, сколько продали. 150? Ну да, 150-200 где-то шаурмы. Вау. Можно сделать вывод, что проект Сергея Жукова удался. И его шаурма не менее вкусная, чем бургеры Black Star. Ваша шаурма или бургеры Black Star, что лучше? Ну, конечно же, бургеры Black Star не лучше. А не другие. А не другие. Это два разных продукта. Вот. Хотя, если поставить их рядом, я не знаю, кто купит. Когда-нибудь мы это проверим. Спасибо. С вами был ТВ Совхоз. Следите за новостями. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делайте репосты. До новых встреч. С раннего возраста готовлю. Готовлю. То есть я как уехал из дома лет в 17, и все. До сих пор уже, начиная с общаги в институте, я научился все готовить сам. Поэтому и сейчас я никого не подпускаю. Понимаете, я больше ничего не умею делать в жизни, кроме как дарить людям что-то хорошее. Ну, если это творчество, ну, творчество. Если там, если рокер-бары, ну, значит, люди там веселятся, отдыхают, праздные дни рождения, там, события какие-то. Если шаурман, ну, слышится, он самый народный продукт. Сейчас вообще подумываем. Ну, мне говорят, почему шаурман? Давайте идти дальше. Я говорю, ну, ладно, давайте подумаем. Скоро подумаем над пиццей. Скоро подумаем над суши, над кофе. Ну, почему бы нет, да? Потому что это именно то, что, ну, люди кушают каждый день, что называется. И почему бы нет? Если у нас, видите, это получается, кусть и дальше получат. Кусть и дальше.